Библиотека за 4 миллиарда рублей, а новый госпиталь ветеранов «Войн» за 6. 19 октября на официальном портале правовой информации Башкирии появился список объектов, которые построят или реконструируют к 450-летию Фы. В их числе строительство улицы Генерала Рыленко, магистраль протянется от Кузнецовского затона до пересечения улиц Степана Кувыкина и Софии Перовской. Ее длина составит более 3 километров. Из краткой пояснительной записки к проекту планировки и межевания. В зону размещения проектируемого линейного объекта попадает более 200 земельных участков, которые подлежат изъятию в целях реализации строительства территории, общего пользования улицы Генерала Рыленко и транспортной развязки на пересечении улицы Генерала Рыленко и улицы Пугачева. На участке проектирования размещение нового жилья не предусматривается. Своё начало новая артерия берет на окраине Кузнецовского затона. В прошлом году улица Бородинская выглядела так. Через два года она должна стать шестиполосной и влиться в транспортную развязку, которую построят на пересечении улиц Пугачева, Бородинская и Рыленко. Ее стоимость более трех миллиардов рублей. После того, как эстакада оставит под собой улицу Пугачева, магистраль пойдет на север, через частный сектор и овраг. Только вот жители многоквартирных домов не горят желанием жить около автобана. Ну вот эта магистраль, она планируется как раз вот под нами. То есть вот это все пойдет под снос. Здесь останется эстакада. Соответственно, будет вырубка деревьев. Сейчас это источник такой воздуха. Летом здесь прохладно. И лето у нас жаркое было. И когда вот именно по этому месту проходишь, то чувствуется, что, конечно, здесь попрохладнее идет чистый воздух. Вот. Ничего этого не будет, если здесь будет шесть полос, конечно. Через пару лет этот участок улицы Зайна-Бишевой станет эстакадой. На месте оврага вырастет автобан. Тем временем местные жители готовятся жить с ароматом выхлопных газов и постоянным шумом. Но вопросы безопасности их детей, которые ходят в гимназию 158, волнуют людей больше всего. У него внизу будет проходить семь полос. И он будет по этой дорожке. Да, по этой дорожке идти в свою школу. Как идти провод над Салаваткой, грубо говоря. Да. Ну, здесь выезда с этой развязки на вот эту трассу не будет. Но все равно. То есть если раньше окна школы выходили условно на зеленый овраг, то сейчас окна школы будут выходить на семиполосную магистраль. До 18 ноября уфимцы могли присылать свои замечания и предложения в мэрию. Но из-за коронавируса живой дискуссии ждать не придется. Как именно администрация будет принимать во внимание обращения жителей, активистам неизвестно. В период проведения общественных обсуждений поступило 29 обращений от физических лиц и одно обращение от юридического лица. В настоящее время все они обрабатываются. В дальнейшем эти замечания и предложения будут переданы в межведомственную комиссию по общественным обсуждениям горсовета УФИ. Если жители беспокоят шум, то экспертов целесообразность такого масштабного проекта. И здесь вспоминается другая большая стройка – восточный выезд. Когда работы на нем остановились, было принято решение построить мост через каменную переправу и развивать это направление. На сегодняшний день эти проекты дублируют друг друга, считает транспортный эксперт Олег Арефьев. При этом мы сейчас расширяем, делаем свободу альтернативу бесплатного выезда. Опять же, ну и бог быть ним, но город будет платить за это. То есть сейчас содержание восточного выезда при отсутствии там трафика ляжет на плечи города. Другой вопрос – куда ведет шестиполосная улица Бородинская? По проекту магистраль завершится проселочной дорогой. Данных, что эта территория будет развиваться в дальнейшем нет. У нас вот эти все куски фрагментарные, они строятся, вот так кусок вкинули, что будет до куска этого, никто не считает, никто даже не думает об этом, даже никто не думает, что там может появиться. Просто вот есть, вы должны понимать, что сейчас в России, к сожалению, есть очень мощное лобби строительства дорог. При этом строительство развязки на Пугачево и реконструкция всей улицы – дело нужное, отмечает Олег Арефьев. Но есть и более важные для города проекты. Это и мост в Створе Интернациональный, и мост в Дему из Нижегородки. Однако их строительство пока отложено. Адрес Шарыгин, Роман Угуманов и Руслан Габидулин. Телеканал ЮТВ.